После долгой зимней спячки в Ненецком государственном заповеднике проснулся Мишка. Косолапому 24 года, и это весьма солидный возраст. За свою жизнь лесному жителю пришлось многое пережить. Его еще маленьким медвежонком поселили у себя сотрудники одной из фирм города. Потом Мишка оказался на городской свалке, где прожил почти пять лет. Два года назад жизнь хозяина тундры изменилась. После переезда в заповедник Ненецкий он получил новую жизнь. В пробуждении Наринмарского любимца Медведя Миши решено было сделать особенной датой в жизни горожан. Ему устроили настоящий праздник с самоваром, играми и угощениями. На Мишкиных потягушках побывала и наша съемочная группа. Проспав полгода, Михаила Потапыч встречает гостей. Он готов без устали демонстрировать все свои умения, словно доказывая, что рад встрече. Он добрый. Он трассированный. Он все ест. Ходил. Слушался хозяина. Когда ему подавали там палку специальную какую-то. Он показывал зубы. Хозяин Медведя Дмитрий Леонов. Сотрудник Ненецкого заповедника. Он на протяжении трех лет ухаживает за косолапым. Кормит, убирает клетку и следит за порядком. Да, в прошлом году проснулся, когда я приехал с отпуска. Проснулся, вышел ко мне и на следующий день уснул. Поздоровался. Все в порядке, сказал и уснул. А вы, получается, у него ассоциируетесь родной запах? Да, уже знакомый? Да, он выйдет ко мне узнать, что с моим запахом еда. Ему будет еда. И поэтому он всегда меня приветствует. Какой бы он больной, там не было. Либо бывает медведь такой, что он не выходит и днями. Дима, а вы сами к нему привыкли? Ну, конечно. А скучали в отпуске? Скучал, конечно. Пока Дмитрий Леонов демонстрировал Мишкины умения, пришедшим на праздник, его супруга и коллега Юлия Леонова делала аквагрим девчонкам и мальчишкам. Все собранные средства от востребованной у детворы услуги пойдут на создание учебно-экологической тропы, куда будут приходить школьники и постигать законы северной природы. Чтобы они, когда не приходили официально сюда, и тут на Мишку посмотреть, чтобы мы еще смогли с ними позаниматься и рассказать не просто о медведе, а о природе родного края. Эта тропа будет с различными станциями, на которых будет интерактив, где дети, приходя с нашим экскурсоводом, с нашим методистом, смогут узнать о том, какие животные обитают на территории не только заповедника, но и Ниньского округа в целом, какие у нас произрастают растения, какие птиц можно увидеть, зверей. У благой инициативы сотрудников заповедника появились сторонники. Компания «Виста-сервис» и «Башнефть-полюс» финансово помогут в обустройстве учебно-экологической тропы в районе вольера Бурова-Медведя. Все мероприятия проходят в рамках большой международной акции «Марш парков», которая направлена на поддержку охраняемых природных территорий. «Башнефть-полюс» помогла финансово на сбор средств именно для построения этой экологической учебной тропы, которая всего скорее откроется в сентябре, как раз к началу учебного года, именно для того, чтобы дети наши могли сюда приходить, общаться не только с медведем, но и вообще с природой и познавать ее. Потому что в век техногенной нашей цивилизации нам, конечно, очень не хватает какого-то общения именно с природой, с живыми существами и не забывать, собственно, про то, где мы живем и как мы живем, и не забывать про нашу природу». В сентябре сотрудники заповедника планируют открыть тропу, которая поможет воспитывать у наших детей чувство гордости за наше природное достояние и ответственность за друзей наших меньших. А пока Тептыгин ждет всех в будние дни с 8.30 до 18, а выходные с 10 до 14. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».